Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня особое видео. Давно я таких аналитических видео не делал на тему питания, веганства, сыроедения. Итак, тему назову. Смертельная диета. Отчего умерли сыроеды Жанны Самсонова и Виталий. Выграновский. Правда и ложь. 7 групп ошибок, которые совершают многие сыроеды. Мне прислали зрители, не один раз уже высылали ссылки на разные источники, каналы. И спрашивали меня в своих письмах мне. А как вы считаете, почему умерла Жанна Самсонова? В общем, прислали мне ссылку на канал Тимофеевны, на ее разбор. Я посмотрел ее видеоразбор. И хочу вам сейчас, в этом видео, пояснить о причинах смерти и Жанны, и некоторых других сыроедов. Я поясню также вам еще более важную вещь. Объясню характерные виды зацикленности многих сыроедов. Этот опасный самообман, основанный на вере, а не на знаниях. То есть их ошибки, заблуждения. И я считаю, что вы это должны знать, но по крайней мере те люди, которые стремятся к сыроедению или на нем, вот чтобы не повторить подобного. И не само по себе сыроедение виновата, как тип питания нет, а ошибки и глупости людей, у которых нет знаний, но есть зато фанатизм. Вера в свои заблуждения. И, кстати, в конце еще поясню, сыроедение опаснее веганства? Ну, многие такой вопрос задают. Так вот я все это поясню вам. Да, и прошу вас, дорогие друзья, это видео, ссылку на него, переслать своим знакомым, близким, тем, кто является веганом, сыроедом. Это знать полезно. Как говорится, предупрежден, вооружен. Ну, поехали. На самом деле я вам расскажу о трех сыроедов. Вот об этой Жане Самсоновой, о Виталии Вагроновском и о некоем Игоре, который умер в Крыму, съев плоды Беладонны. Я просто в шоке. Я поясню о причинах и нюансах их смерти, основываясь, конечно, на аналитике, ну, известной, открытой информации о них, по сути, от них самих, из их же интервью в том числе. Поскольку меня зрители попросили сделать видеоразбор, я сделаю, но хочу сказать, что о них я раньше, об этих людях, ничего не знал, услышал только вот по просьбам зрителей, стал искать и узнал о них. Да, мы, конечно, не знаем всего, как они жили, вот все нюансы, это очень важно. И судить можем только по группе признаков, основываясь на открытых источниках информации о них, от них и на фактах, а не на домыслах. Жанна Самсонова жила, ну, годы последние в теплых странах. Работала, как говорят, поваром в веганских и сыроедных кафе на Бали и прочих вот этих модных теперь островах для бездельников. Вот, кстати, извините за лирическое отступление, но не могу. Вот прет туда некоторых во все эти страны, с родины своей бегут без загрузения совести. Не понимаю я этого. Трудиться надо, а не бездельничать. Не надо бояться погоды, трудностей, их надо преодолевать. Ведь только в испытаниях и в труде закаляется человек, и более того, он становится человек. А сыроедение, кто не знал, бывает растительное и мясное, так называемый корневор. Ну, это фантазия на тему того и вера, что люди являются потомками неандертальцев там и так далее. Герои данного видео растительноядные сыроеды были. Но перейду сразу к ошибкам. Самсоновой. Самсонова. Она пила и ела последние годы только фруктовые соки и ела, соответственно, фрукты. Почему ошибка? Но у меня уже выходило на эту тему видео, которое называется «Почему в наши дни мы не можем питаться только плодами?». Я оставлю обязательно вот все, что я буду говорить на видео, которое я буду ссылаться, оставлю их ссылками под этим видео. И еще советую мое видео «Инсулинорезистентность» посмотреть. Многое будет понятно. Тут главная ошибка в высоких сахарах. Пусть это сахара натуральные. Конечно, их нельзя сравнивать с синтетическими сахарами. Сахарозой, глюкозой, фруктозой синтетическими. Это натуральные фруктозы и глюкоза. Но тем не менее, это сахара. Сахара вызывают воспаление. О воспалениях сейчас запомните. Имеется в виду воспаление тканей, в первую очередь, в кишечнике. Высокое количество сахаров – это повышенные инсулины. Это повышенный расход белков. Это дефицит белка у таких людей, потому что в фруктах их содержится очень мало. В некоторых овощах, тем более, например, бобовых и так далее, про веганство я здесь не говорю, там дефицита этого быть при грамотном питании быть вообще не может по белкам, в том числе по незаменимым аминокислотам. Это безусловно, поскольку, тем более, мы знаем примеры, что называется, людей, веганов, которые жили сто и более лет и были здоровыми. Более того, сильными, если вы не в курсе, обычный человек смотрит так для интереса это видео. Пожалуйста, тот же Джор Алина. В свое время олимпийский чемпион, по-моему, по боксу. Умер 104 года от того, что его сбила машина. В 104 года он сгибал двумя пальцами 25-центовую американскую монету. Это был силач наподобие, как были у нас когда-то Иван Заикин, Иван Поддубный. Вот такого плана люди. Кстати, Иван Поддубный тоже мясо не ел. Ну, отвлекся. Но проблема-то в чем? Почему? И что не учитывают многие сыроеды, особенно вот такие фанатичные, как это Жанна? Они не учитывают то, что у большинства людей, особенно у тех, у кого есть воспаление, у кого в детстве и в подростковом возрасте были хронические и прочие проблемы с ЖКТ, у них есть дисбактериозные состояния, у них есть Сибер, синдром избыточного бактериального роста, синдром дырявого или перфорированного кишечника. И тогда не будет кишечная симбиотическая микрофлора в полном объеме синтезировать. И более того, даже если она синтезирует в полном объеме, не будут усваиваться, те мономеры вещества необходимые, такие как аминокислоты, многие витамины, не будут поступать в кровь отдали во все клетки нашего организма, как это в идеале, гипотетически, и когда-то это в прошлые века было, потому что не было химии, не было тысяч других факторов негативных, которые сейчас действуют на нас с вами, на всех людей, а эти люди поправку на это не делают. Да, естественно, в экологически чистых местах, в глуши лесной или где-нибудь там на острове диком или полудиком, где экологически чистая относительно обстановка, в этом плане, конечно, лучше. Но они-то перенесли свои прошлые проблемы, не решив хронические проблемы, уже вот в нынешнюю жизнь, на новое питание, и они не могут, их микрофлора не может из этого очень бедного по, скажем так, количеству и по составу компонентов синтезировать то, что теоретически она могла бы. Это учтите, я далее еще другие пункты важные поясню. Итак, ошибка фрукты, фруктовые соки. А пить надо, конечно, только в идеале воду, либо как Норман Уокер, который тоже по официальным данным прожил 99 лет, веган-сыроед, по неофициальным 120, ну пусть 99, как вот наука официально считает. Так вот, он говорил четко, что не фруктовые, а овощные соки. И только для восстановления, в период реабилитации, для укрепления организма, а фруктовые и овощные, тем более соки из, например, сельдерея и так далее, то, о чем он говорил, из многих видов зелени, и вот фруктовые, это разные планеты. Далее, ошибка ее огромная в голодании, при том, что у нее был тотальный дефицит питательных веществ, уменьшающаяся мышечная масса, что видно на фото, на видео. Она применяла голодание, в том числе длительные голодания. Следующая ошибка. Она не проходила обследование. Скажем, вот мы с женой были, ну, 10 лет на полном, 100% сыроедении, почему я еще для новых зрителей поясню, имею и право, и основания, это все, тем более, со знанием дела, говорить и рассуждать. Так вот, но моя жена, например, сдавала исследования, анализы, ну, там, 3 раза в год, а то и 4, причем развернутые, подробные. Мы видели все тенденции, мы могли что-то скорректировать, если нужно было, приемом каких-то БАДов, в хорошем смысле этого слова, ну, например, натуральный витамин D3 или витамин С и так далее, и так далее, да? Сразу наперед скажу, не надо никаких догадок там за меня отвечать, почему я, например, сейчас только на веганстве, но не на сыроедении. Я не буду это сейчас пояснять, собственно говоря, здесь нет объективной причины. Проблем никаких нет со здоровьем, дело, ну, совершенно другому, и на сыроедении, собственно, я вижу свое будущее, но это не тема нынешнего видео, да? Давайте по порядку и идем дальше. Итак, обследование на сдачу анализов никаких долгие годы, как я понимаю, не проходило. Дефициты свои не знала, соответственно, не могла обеспечить организм очень важными веществами. А как говорил тот же профессор Исаев, кстати, о нем видео, ссылки вот на целый плейлист с его видео, я оставлю под этим, это выдающийся человек, выдающийся ученый, он совершенно правильно сказал то, что я всегда всю жизнь говорил, то есть, например, витамины, говоря о них, которые относятся к группе жирорастворимых, они могут накапливаться в печени, их можно принимать курсами. А вот, например, водорастворимые витамины, они не накапливаются, и они в этот же день покидают организм, смачу, что называется, ну, тот же витамин С. Поэтому их надо принимать каждый день, если из пищи их в должном нужном количестве человек не получает, или их, соответственно, не синтезирует кишечно-симбиотическая микрофлора. Как понять? Сдавать анализы, ничего страшного нет, это правильно, это необходимо. Так вот, она не проходила. Далее, БАДы не принимала, верила в то, что 2-3 продукта дадут ей все, что угодно. Кстати, между прочим, есть такие люди, которые поколениями живут, скажем, в Индии, которые едят, например, кокос только, и не помню сейчас второй какой продукт, вот такое моносыроидение из двух всего. И действительно, вот у них кишечная микрофлора, поскольку они десятки лет живут здоровые, прекрасно выглядят кожи хорошие, вообще упитанные, ну, то есть нормальные, крепкого, что называется, телосложения, работают с утра до вечера, ну, то есть объективно здоровые люди, но у них-то в этом-то и суть, у них как раз идет великолепный синтез из всего лишь двух продуктов, всего того, что организму необходимо. Да, это есть, но не надо верить в то, что вы тоже, только лишь потому, что перешли на сыро и не будете таким же человеком. Так, БАДы не принимала. А дефициты, я уверен, у нее какие были? Омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, ЭПК, ДГК. Из-за ЛК, к сожалению, у тех, у кого есть проблемы с ЖКТ, не синтезируются в должном количестве эти две жирные кислоты. Теперь, Б12 гарантированно. Уверен, гомоцистеин повышенный был. Железо, дефицит, ферритин, трансферин в дефиците 100%. Причем, сразу кто-то скажет, мясо надо есть для этого. Нет, не надо есть мясо. У меня недавно было видео с врачом узкой специализации, специалистом, доктором, женщиной, которая специализируется на введении больных, ну, скажем, пациентов, у которых дефицит железа, ферритина, трансферина. У меня было с ней два видео. Если вы хотите знать об этом все вообще досконально, ссылочки на эти два видео я оставлю, посмотрите потом. Так вот, она четко сказала, никакого значения человек на веганстве, или он мясоед заядлый, по дефициту железа нет никакой разницы. Все, точку поставили. Почему она там все дает обоснование? Так вот, в итоге Жанна сдала анализы все-таки. Ну, по-моему, там уже поздно. Как сказала в своем видео Тимофеевна, лейкоцитов было предельно много по результатам анализов. А о чем это говорит? Вроде такая мелочь нам. А эта мелочь говорит, что у нее была, или, ну, соответственно, была тогда на тот момент, кишечная, как минимум, инфекция, более того, стадии запущенности, более того, это говорит о воспалительных процессах в организме, ну, там, в данном случае, скорее всего, в кишечнике. Более того, у нее же была еще прободная язва. Что это значит? Это значит соки и инфекции сделали свое дело. Инфекции, это еще одна вера сыроедов в то, что если у них чистый организм, особенно если они очищаются, то у них инфекции никакие верх над ними не возьмут. И какое бывает потом разочарование? Кстати, оно еще бывает у йогов, вернее, кто к просветлению стремится, понахватался оттуда, отсюда. Особенно разные дамочки, так сказать, без каких-либо знаний, но с большой верой, самоуверенностью там в себе и так далее. Так вот, они прям для них шок, когда они видят, что у них как-то организм начинает разрушаться, есть проблемы, когда они такие якобы просветленные, медитируют и так далее. И прям верят, что сила мысли, слово, она сметет все преграды на их пути. Что, так сказать, одним только усилием мысли, они излечат себя, заработают кучу денег, ну, например, то есть и вот создадут мысли форму, и им проведение или вселенная пошлет все то, что они хотят. Это я, конечно, смеюсь, поражаюсь, но жалко таких. А вот послушайте маленький отрывок, где Дима Тимофеевна зачитывает отрывок письма подруги этой Жанны, которая, собственно, предупреждала ее, била тревогу. Посмотрите, что она говорит, что у нее творилось уже на последних стадиях, ну, что называется, вот этого истощения и нарушения обмена веществ. Из интервью Ольги Черняевой знакомой Жанны Самсоновой. Месяцев пять назад я встретила Жанну на Шри-Ланке и вот тогда поняла, что звоночки крайне тревожные. У нее был изможденный вид. Ноги отекшие, с язвочками, оттуда вытекала лимфа. Было удивительно, что она еще передвигалась, я думаю, она это делала через боль. Я пыталась поговорить с ней и убедить ее обратиться за помощью к врачам, сдать анализы. Показывала ей себя в зеркало и на фотографиях прошлых лет, но тогда она уговаривала меня остаться с ней на Шри-Ланке и есть прану. Ну, услышали, да, отеки ног, язвочки, вытекала лимфа, то есть, боюсь предположить, что там могло быть, и это будет гадание на кофейной гуще, но ясно, что организм разрушался уже в последней стадии своей. Конечно, у нее была явная анорексия, это безусловно, да, потому что она ужесточила свою диету еще, то есть, ей становилось хуже, она думала, что нужно еще больше очищаться, еще жестче соблюдать, ну, скажем, моносыроедение, но только, к сожалению, еще раз повторю ошибку в том, что сахара сделали свое дело, при том, что был еще к тому же дефицит, тотальный дефицит питательных веществ. Хорошо, что есть одна зацепка в этом детективном деле, она, оказывается, в детстве перенесла серьезное заболевание желудка, а что это значит, что были проблемы, конечно, и со следующим отделом ЖКТ после желудка, как минимум 12-перстной кишкой, то есть тонким кишечником, и неудивительно теперь, что у нее был дефицит питательных веществ, как бы и что она не ела, а синтез кишечной микрофлоры из-за проблем с ЖКТ, не шел должным образом то, что я и предполагал сразу, когда только увидел первый кадр о ней. Так, она была, по сути, да, монофруктоедом, что очень вредно на фрукарианстве, то есть когда избыток сахара и тотальный дефицит всего остального. И вот она в последние годы или месяцы стала практиковать сухое голодание. Значит, сухое голодание, оно может быть лечебным. Об этом я рассказывал в своем видео «Лечебное очищение голодания», где объяснял, в чем могут быть ошибки тех, кто переходит на, скажем, разные виды голодания, как надо правильно подготовиться к голоданию. А сухое голодание, извините, это под контролем специалистов, только можно проводить и то после того, как у тебя, во-первых, после сдачи анализов нет никаких дефицитных состояний. Когда ты прошел несколько каскадов обычного голодания, я организм твой адаптирован, когда ты достаточно пил воды, при том, что ты голодал, не ел пищу, и только тогда можно переходить на сухое голодание, а не тогда, когда ты поел вчера вдоволь и завтра решил сразу на сухое голодание. Извините, как у тебя выйдут продукты распада? Только через воду они могут выйти из организма. А если нет, что будет внутри? Страшная интоксикация. Неужели это не очевидно? Ведь эти прописные истины, не нужно быть биологом, скажем там, как я, или специалистом, врачом, медиком. Это просто надо быть разумным человеком. Визуально она стала нездоровой уже довольно-таки давно, но перед своей смертью задолго уже визуально. А это очень важный показатель, безусловно, в том числе. Самочувствие, если ты себе не обманываешь, не говоришь, что все прекрасно, само, так сказать, падаешь, как вот про другого человека сейчас буду говорить, там уже было ужас, что он сам про себя говорил, что он еле живет и радовался еще при этом. Это такая чистка. Я просто поражаюсь фанатизмом. Ну и, наконец, еще один пункт. А паразиты? У любых людей есть те или иные виды гельминтов, паразитов, то есть круглых, ленточных, плоских червей. Вопрос только, какие виды, в каких органах и тканях, сколько, одна ошибка сыроедов, колоссальная, а они не соблюдают, как правило, правила гигиены. То есть думают, что все прям с куста снял, с пола подобрал упавший плод и ешь сразу. Ну, а маечку протер в лучшем случае. Это ужасно. Это гарантия попадания паразитов тех даже видов, которые мало изучены, на которые анализы ты не сдашь, тем более она и не сдавала. Так вот, многие верят сыроедов в то, что ничего страшного в этом нет, что если у них чистый организм, если они на сыроедении, то им принести опасность вот эти все паразиты или там, скажем, паразитические простейшие типа лямбли и разных амеб там не могут. Кстати, я здесь вам тоже приведу в пример, посоветую посмотреть видео разбора одного, по-моему, сыроеда или там, по крайней мере, вегана, который тоже свято верил в то, что при его питании паразитов в крови и вообще быть не может, а тут он обнаружил на, по-моему, темнопольном микроскопе, да, там, когда кровь смотрят, вот просто личинки некоторых гельминтов и был в шоке. А я видео снял, ох, потом перепалка с ним была, чуть ли не с кем-то там еще. Ну, ладно, в общем, что прям верят, а не свят, что этого быть не может. Откуда при таком чистом питании? Я, знаете, тоже, дорогие друзья, поражаюсь. Вот поясните мне, ну, ладно, одноклеточный организм, да, какая-нибудь бактерия, да, иммунная система, то есть иммунные клетки могут путем фагоцитоза их поглотить. Это еще ладно. Но когда это многоклеточный, сложный организм, имеющий многослойные клеточные мембраны, которые, например, вот как анкилостома через кожу, через эпидермис человека прогрызается, прям человек идет босиком по траве, она вот при определенных стечениях обстоятельств прогрызает кожу, попадает в кровь и идет уже в разные органы ткани, там преимущество поджелудочную железу. Или человек в пруду купается, а там другой паразит, шестосома, прогрызается через кожу и то же самое. Ну, или, скажем, у вас, например, аскориды. Ну, аскорида пьет кровь. Взрослый червь тонком кишечнике обитая, прогрызаясь через стенку, высасывает до 30 миллилитров крови в день. А вот теперь представьте, 10 таких паразитов, сколько крови в день вы будете терять? 300 миллилитров. Вы понимаете, что это? Сколько там форменных элементов крови? Сколько это белка? Сколько организму нужно синтезировать этого белка? А его и так дефицит? А железо потеря? А его дефицит? Вы понимаете, к чему это приводит? Так вот, основная причина проблем сыроедов как раз, это почти 80% проблем, это наличие паразитов и нежелание с ними бороться. Вера в то, что их чистое питание и светлые помыслы победят, никаких паразитов не будет. Или вторая, их глупость страшная, несусветная, что паразиты это тоже норма, любые, причем под сурдинку под одну гребут всех. Вот любые паразиты, это нормально, они в человеке симбиотический организм. С чего они это взяли? Вот знаете, вот меня поражает такая вера, идиотическая. Еще раз говорю, как бы вы не мыслили, во что бы вы не верили, какие помыслы бы у вас не были, но если у вас есть та же аскорида, она будет высасывать из вас кровь. Если у вас есть бычья цепень, он всей поверхностью тела будет вбирать в себя, высасывать питательные вещества у вас из тонкого кишечника и так далее, и так далее. У меня было видео, кстати, по паразитам, вот оно вечное, оно от 14 года, ему уже скоро 10 лет, но там я подробно объяснил, оно длинное, четырехчасовое, вот про основные виды паразитов, которыми человек может заразиться, все стадии поражения, цикл паразит-хозяин, через какие предметы, от домашних животных, через дверные ручки, вот как можно заразиться, чем и как, и что нужно делать, чтобы этого избежать, но сразу скажу, есть антипаразитарные программы, они разные, есть только травы, люди верят, что травы могут убить всех паразитов, это глупость, они могут выгнать, и то правильное сочетание, вот как по семеновой тройчатке, да, но только когда взрослые особи находятся в кишечнике, а если в других тканях, а если личинки, то бессмысленно это, я вам ссылку на нее оставлю под этим видео, там, да, это 95-99% действительно всех паразитов из организма можно убрать, но идем далее, теперь я вам кратко скажу про одного чудика, ой ужас какой, некого Игоря, который был в Крыму при восхождении на гору Айпетри, а группа там останавливалась, и в общем какие-то черные ягоды на кустике они нашли, на кустах там были заросли, и вот черные глянцевые такие красивые ягодки, никто не знал, что это такое, все есть отказались, а он сказал, я сыроед, если это даже вкусно, или просто растет, любой плод, благо, польза, и для чистого организма это вредным быть не может, в общем он наелся, это беладонна оказалась, ему стало плохо, через какое-то время, а съел он, чуть ли не забил весь желудок, ну то есть ел горстями, а там буквально, скажем 40 ягод, может убить здорового, крепкого молодого человека, он съел в разы больше, надо правда сказать, что действительно организм сыроеда гораздо, гораздо более устойчив к разным интоксикациям, почему? А очень просто, потому что печень у сыроедов, как правило, чистая, ну если, конечно, не повезло, и там есть определенные паразиты, например, аписторхи, которые, кстати, едят клетки печени, то и живут до 40 лет, между прочим, то есть из прошлой, что называется, жизни, человек ел рыбу, скажем, особенно в Сибири, он заражается аписторхом, аписторхоз называется, ну а дальше, соответственно, вот перешел на сыроедение, а у него все равно этот паразит есть, он ест клетки печени, она восстанавливается, но предположим, нет этого паразита, предположим, и вот тогда печень у сыроеда в плане детоксикации, ну гораздо сильнее, в разы, чем у обычного человека, вот это истинная правда, да, а он съел много, и его в больницу отвезли, в общем, он умер там, кстати, некоторые сыроеды считают, особенно, знаете, с йогой то связано, что лук, чеснок, ну типа пайор, ведь вредны, и разум подавляют, ну и здорово, конечно, ну вот на моем примере, по крайней мере, что это разум подавляют, вот никак нельзя привести такой пример, хотя я ел очень много чеснока и лука, и аналитические мои способности никак от этого не страдали, ну да ладно, более того, это то, что сдерживает развитие инфекции в организме, и, например, тот же чеснок содержит много селена, очень полезного минерала, который является в том числе антиоксидантом, ну да бог с ним, давайте я прямо по пунктам перечислю вам характерные черты фанатичных сыроедов, у которых не знание, а вера затуманила разум, первое, и это духовное развитие, мол мысли изменят все, я об этом уже говорил, но кратко повторю, да, что если они мыслят о чем-то высоком и чистом, эти мысли материализуются, и все у них будет хорошо, ну жизнь показывает другое, хотя, конечно, я тут хоть и так немножко подтруниваю, потому что это в абсурд, возведенная глупость, но по сути своей, конечно, мысли материальные, конечно, мысли формы и так далее, и вот все, о чем говорят в этом смысле, имеет место быть, это действительно так, ну хорошо, второй пункт, это все растительное, все живое идет только на пользу, конечно, глупость, вот на примере белодонны, мы прекрасно это понимаем, я в своих видео, кстати, про посленовый говорил, кстати, знаете, какую тут мораль можно сделать, вот белодонна относится к посленовым растениям, к семейству посленовых, там очень много ядов, в том числе, специфических белков, лектинов, которые вызывают воспаление в организме, между прочим, по-хорошему, посленовые все опасны, просто, ну, несоизмеримо в меньшей степени, чем послены или белодонны, это само собой, но все же это не наша пища, многие растения тоже не полезны, например, тот же орех кишью, хотя это не совсем орех, это все-таки больше боб, но да ладно, третье, страсть к очищению, эта страсть у некоторых зашкаливает и вводит людей в какую-то, знаете, одержимость, я бы сказал, если у человека дефицит питательных веществ, то очищение, голодание будут способствовать только тому, что у него еще будет больше дефицит, а значит необратимые процессы начнутся точно, очищение хорошая штука, но лекция у меня об этом есть, пояснил я там все, сейчас не буду об этом, а если человек сыроед, извините, ему вообще очищаться нет смысла, тем более, если он годами на сыроедении, ну нет смысла, вы лучше зелени побольше поешьте и очиститесь лучше гораздо, хорошо, четвертое, голодание, часто многие сыроеды уходят в длительное голодание, 20-30-40 дней по огоням, и даже сухое, но об этом я, впрочем, уже сказал, дело неплохое, но к этому делу отнестись надо очень ответственно, и знать многие возможные проблемы и предвидя их убрать, так, пятое, ошибка в том, что никогда многие не делают, не проводят обследования, не сдают анализы, многие считают сыроеды, что даже витаминов не существует, вот до такого обход, что нас все обманывают, мир весь этот придуман, навязан, вот такие, знаете, глупые теории, даже не заговоров, но не знаю, как назвать, потому что, естественно, заговоры есть определенных структур, наднациональных, то есть мировых транснациональных корпораций, это очевидно есть, и все идет по плану, но дело в том, что не имея нормального образования, особенно сейчас, многие молодые люди, не умея критически мыслить, сопоставлять, анализировать, не имея хорошую память из прошлого, чтобы сопоставлять с той информацией, которую им дают, верят, а тем более так легче, потому что не надо думать, и многие даже гуру из себя могут строить, и даже блогерами становиться, вещать эту чушь в массы, хотя ты еще никто, и зовут тебя никак, и ничего, человек из себя не представляет, но вещает, и главное, уверенно и безапелляционно, тогда будет казаться таким же, как ты, что ты, мол, велик, и они сыпят огульно, витаминов не существует, анализы норм не существуют, это все придумано, ну и прочую всякую чушь, кто на что способен, то, кого, как говорится, перещеголяет в это, теперь шестая ошибка, страшная худоба, истощение, анорексия, якобы это норма, переходный период, действительно бывает переходный, да, конечно, если ты, извините меня, был толстяком, или лишний вес, подкожный жир, ты перешел на сыроедение, естественно, вес начинает уменьшаться, жировая ткань в том числе, особенно на голодании, безусловно, но потом вес должен восстанавливаться, не в виде жира, а в виде мышечной массы, если ты правильно все делаешь, если этого нет, а у тебя еще слабость, усталость к тому же, и ты худеешь, вера в то, что в чистом организме паразиты жить не могут, никакие инфекции жить не могут, что все они нам друзья, еще тут такой подраздел этой веры, это, конечно, страшно, просто и глупо, на это смотреть невозможно, ну, и давайте теперь про Жанну Самсонову-то уже все понятно, а вот про Виталия Ваграновского, дело в том, что он вел свой ютуб-канал довольно-таки активно, и показывал себя, как он умирает, по сути, и вот в 40 лет он умер с трофическими язвами, об этом говорят, но, по крайней мере, над глазом у него, в видео его же это видно, и, ну, своеобразные, ну, назовем это язвочками, в общем, это тотальный дефицит витамина К1, витамина С, голодал 40 дней без воды, он не пил, но тут уж извините, то есть решил он побить рекорд, потому что более 5 дней, ну, 7 под присмотром специалисты, готовому на это человеку, кто сначала на 2 дня, на 3, до этого голодал сухим образом, это еще возможно, 40 дней, в общем, понятно, и ему был интересен, кстати, еще одна ошибка, восьмая вот эта, знаете, какая, такая вот вера в то, что мы можем перейти на праноедение, все можем перейти на прану, тем более одухотворенные, просветленные, вот такие, как они все считают люди, и, да, это можно восьмым пунктом назвать, вот ему был интересен переход на прану, а в его интервью последних явно заплетается язык, есть кадры за неделю до его смерти, это страшное зрелище, и просто нет сил у него, да, истощение, кстати, вы видели, наверное, кадры, ну, хроники из немецких концлагерей, ну, фашистских, да, или кадры голодающих людей в Индии, а во время Великой Отечественной войны, ну, Второй мировой для них, после того, как Черчилль забрал зерно из колонии, из Индии, колония Англии, она же была, забрал насильно зерно для Англии, и миллионы тогда людей в Индии умерли от голода, от полного истощения, миллионы, об этом мало кто сейчас говорит и помнит, вы помните теперь об этом, и, надеюсь, индусы не забудут, но и для нашей темы здесь что важно, так вот люди там, это не просто скелет, это просто, вот знаете, вот без переносного смысла, конечно, вот таким критическим его истощения не было, но поймите в чем разница, здесь у людей еще вчера, ну, там 2-3 месяца, 4 назад, 5, не было истощения, и в общем-то все питательные вещества в той или иной степени были у них, и это одно дело, а другое дело, когда годами человек испытывает определенный дефицит, и тут начинает худеть, тащать, так вот он не доживет до той стадии истощения, до которой доживут те люди, которые вчера еще не имели проблем, потому что, например, жизненно необходимый для нервных систем, кровеносной системы, тот же витамин B12, он в печени, кстати, может очень долгое время, до 2-3 лет, накапливаться и быть, и в принципе, и это, кстати, одна из причин, почему люди могут жить долго до страшного истощения, и если им вернуть питание постепенно, плавно, грамотно, где не будет дефицита питательных веществ, они восстановят свою доболезненную, так сказать, форму, и все будет у них хорошо, а вот бывает точка невозврата, и вот, собственно, ее такие люди, как вот этот самый Виталий, перешагнули. Ну и в завершение я обещал про неопасное или сыроеднее веганство, значит, сыроеднее абсолютно не опаснее веганства, это когда человек ест пищу термически необработанную, значит, многие витамины, те же, которые термически нестойкие, например, витамин С, он уже при плюс 70 градусах разрушается, а при сыроедении и ферменты все живые остаются, ведь они же тоже разрушаются, там, скажем, от 43 до 48 градусов, а это правильнее, это лучшее питание на сыроедении, но тут опасность-то в другом, не в самом сыроедении, а в дефиците питательных веществ, и в проблемах, которые человек, уже будучи когда-то, в прошлой жизни, ну, в кавычках, да, до перехода, больным уже в какой-то мере, вот он не решил эти свои проблемы, вот в чем тут проблема, и еще раз советую вам, посмотрите мое видео, почему мы не можем в нашей дне питаться только плодами, и ошибка людей на веганстве и сыроедении, такое еще второе мое видео на эту тему, но полагаю, этим видео я в принципе вам ответил на все эти вопросы, раскрыл их, и хочу сказать, потому что знаю, что спросят, ну, а можно ли действительно преимущество сыроедения, веганского сыроедения, все, а их очень много преимуществ, получить, но при этом, чтобы не было истощения, упадка сил, дефицита питательных веществ, можно, и в наши дни проблемы даже не в самом виде питания, человек может ожирать всякую гадость, быть толстым, и ему никто не скажет, что он такой, знаете, истощенный, и вроде все в порядке, а у человека все те же проблемы, практически, ну, кроме истощения, и он благополучно умирает, сейчас уже и в 30, и в 40, и в 50 лет, так вот, проблема здесь именно в нарушении работы органов и систем, в дефиците питательных веществ, в воспалениях, и в различных отравлениях организма теми или иными химическими веществами, которых сейчас в воде, в воздухе, еде, пищи в быту много, значит, мои видео дадут вам ответы на все эти вопросы, помогут со всем разобраться, дефицит питательных веществ необходимо в наши дни, тем более, не как нашим предкам, когда пища была богатая питательными веществами, а сейчас в наши дни это жизненно необходимо, или кто, извините, в городах живет, кто живет в городах, тем более, необходимо принимать определенные витамины, антиоксиданты, минералы, ну, я вам оставлю список самых главных видео здесь, под этим видео, чтобы вы это понимали, я очень вам советую еще раз, посмотрите видео профессора Исаева, поймите то, что он говорит, и что я об этом говорил вот эти годы, это одно и то же, кстати, еще видео о фукусе, посмотрите мое, и прочтите текст, перейдя на страничку вот этого фукуса, настоящего, в гелеобразной только форме натив, не сухого, там нет смысла, и там я текстом очень подробно описал про этот дефицит, кстати, если захотите совсем уж глубоко разобраться, есть такое мое видео, о лес и почве, вот в нем я объяснил это досконально, почему в наши дни вот эти есть дефициты в плодах, в продуктах других, и почему раньше этого не было, и вот поэтому-то раньше получалось много, а сейчас у людей многое не получается. Итак, жду ваши вопросы, поставьте лайк, если вам это видео понравилось, пальчик вверх, нажмите обязательно, подпишитесь на канал, кто этого еще не сделал, нажмите колокольчик и уведомление, чтобы все видео вам приходили, пишитесь на мой телеграм-канал, на всякий случай, обязательно ссылку внизу, тоже я оставлю вам. Ну и в завершении буквально две минуты рекламы уж посмотрите, она для вашего блага, понимаете вы это или нет, но это просто факты, для разумных людей она идет во благо, эти знания и эта возможность уникальная приобрести действительно жизненно необходимые, жизненно необходимые товары, разные множество, смотрите. Ну а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще две минуты, особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал, на нашем сайте надгар.ру и те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира, смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт надгар.ру, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки, ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира, от Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата, поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам, там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.